Я представлю нашего следующего докладчика. Это проектор по научной и воспитательной работе Мустовской государственной консерватории имени Чайковского, доктор искусствоведения, профессор Константин Владимирович Зенкин. И тема его доклада – «Стилевые поля в посттрадиционалистской музыке и их инварианты». Еще раз добрый день. Ну, начну с того, что установление любых генетических общностей – это, в общем-то, главная задача научного исследования, а терминология, термины и понятия – это инструменты, которые позволяют это сделать, для достичь этой цели – установить некие генетические общности или обобщение любого рода. И вот, как сказал уже Александр Сергеевич Соколов, приведя две антиномио цитат – Декарта и Оскар Уайльда, надо сказать, что оба они, конечно, правы. Просто проблема вся в том, что наука действительно должна пользоваться очень определенными понятиями, а в жизни мы видим неопределенность. Видим постепенность переходов, разные его роды, миксы, смеси и так далее, и так далее. То есть в жизни вообще все бывает, в науке должен быть закон, а в жизни может быть любой хаос. Ну так вот, и как раз вот этот мой рабочий термин «стилевые поля» он и предложен мной для того, чтобы попытаться отразить эту непрерывность переходов. потому что, если опять же опереться на цитату, которую Александр Сергеевич привел слова Флоренского, «Всегда остается желание достроить картину». Оно не исчезает, и оно остается как цель, как идеал. Итак, что я понимаю по стилевым полям? Это некая система стилей, но не ряд, а именно единство. Своего рода мега-стиль, такое непрерывное единство, в котором есть свой центр, своя периферия, и, конечно, границы более или менее определенные, но есть, конечно, что определять границы? Есть некий инвариант. И вот пока этот инвариант действует, можно говорить о том, что стиль сохраняется. Когда мы какую-то границу переходим, уже все тут плавно переходит в какое-то другое стилевое пространство. Теперь, что означает в данном случае посттрадиционалистское искусство? Тут я опираюсь на теории Веселовского, Веренцева и Александра Викторовича Михайлова, о том, что вот именно до начала 19-го, не 20-го, а 19-го века господствовал в европейском искусстве традиционализм или эпоха готового слова. Писатели, композиторы подливались именно уже готовыми какими-то словами. А начиная с 19-го века этот традиционализм исчезает, и мы переходим в сферу посттрадиционализма, который, надо сказать, быстро набирал обороты и уже к 20-му веку привел к авангарду и так далее, и так далее. Это мы все хорошо знаем. И вот, когда мы имели дело с искусством готового слова, а в таком искусстве можно любой текст без труда разложить на какие-то исходные модели. И музыка Баха, и Моцарта, самая вдохновенная, она очень просто на такие модели раскладывается. Совсем иная ситуация. Да, и тогда в таком искусстве определяющим главным стилеобразующим фактором будет жанр, конечно. Потому что вот если музыкально-культурная традиция в целом представляет собой некую систему, то внутри нее некие стилевые нюансы и градации будут связаны как раз с жанрами. Либо театральная, либо церковная, и так далее, и так далее, и так далее. То есть то, что связано непосредственно с непосредственной жизненной потребностью. Ну вот. А в посттрадиционалистском искусстве начинается оно вместе с романтической эпохой. В чем отличие? Модели тоже, конечно, существуют, но они получают очень активное преобразование, трансформацию. Вот тут начинается именно трансформация, внутренняя трансформация моделей. И взамен традиционализма наступает новое состояние, очень интересное. Об этом даже есть некоторые исследования. Историзм. И причем диссертация об историзме была защищена несколько лет назад в музыке на примере Брамса и Брукнера. Это было в Нижнем Новгороде. Вот как раз такая категория применялась. Вот. Это уже более такая свободная форма диалога с прошлым, с историей, чем просто простой традиционализм к использованию готовых моделей. Ну и вот, когда мы обращаемся к стилям уже 19-го и 20-го века, то мы видим уже большие затруднения в определении. И споры, и дискуссии, и так далее, и так далее. Ну вот, например, в 60-е годы еще была очень большая дискуссия о романтизме, в основном на материале литературы, дискутирование эстетики, очень разные, ученые разных специальностей. Вот. И в том числе были вопросы, что это, стиль или направление. И вот, кстати, существуют ведь другие термины на лету со стилем, которые обозначают некие обществы. Ну, направление, течение, метод. Есть термин «большой стиль», есть термин «исторический стиль». Вот. Но они, вот я не мог остановиться ни на одном из них, потому что направление так традиционно сложилось. Не от нас это зависит, так сложилось. Это нечто меньшее, чем стиль. Так, по крайней мере, в литературе, в вечерских тур. А вот романтизм характеризуется как направление. Потом, направление часто может характеризоваться не стилевыми какими-то параметрами, а с какими-то уже более подключенными, эстетическими. Это и тем более школа. То же самое. Вот. Поэтому в данном случае я не использовал ни один из существующих терминов, а вот использовал такое понятие «боль». И в этом случае, вот если мы возьмем романтический стиль, с одной стороны, мы, конечно, сейчас уже ощущаем единство всей романтической музыки. Мы знаем, мы когда говорим «романтическая музыка», мы понимаем примерно, какой она может быть. Но, с другой стороны, сказать, что это вот действительно абсолютно один стиль, было бы тоже большим преувеличением. И на этот счет тоже есть масса трудов, работ. И, собственно говоря, истоки романтической музыки, они очень разнородны в разных национальных культурах, в разных национальных традициях. Одно дело – это немецкий романтизм, который вырез из немецкой «Лид», песни и так далее. Другое дело – итальянский, на базе оперы. Третий совершенно – это французский, где, опять-таки, театр, опера, перлиоз, симфонический оркестр. Совершенно разные истоки, но все же все приходят к чему-то единому. Есть какой-то глубинный вариант, который позволяет говорить о том, что это музыка романтическая. И вот я попытался как раз этот вариант сформулировать применительно и к романтическому такому стилевому полю, и затем к неоклассическому, это уже 20 век. Ну вот, общее место, что романтическая музыка гораздо более субъективна, лиричная и так далее, и так далее, все это мы хорошо знаем. Но эти вот такие общие эстетические характеристики, они, конечно, нуждаются в каком-то уже стилевом определении, в формулировках, в стилевых понятиях. И вот что мы видим. С одной стороны, да, вот романтизм действительно вторичный стиль, еще раз уже третий обращаюсь к докладу Александра Сергеевича, вот, да, и он основан на какой инвариант? Ну, самый внешний, самый простой инвариант романтического стиля, это, конечно, вот те рамочные условия пространства-времени в виде тональности, гармонических функций и именно метрического времени, тактового метроритма. Это наиболее общие, которые общие и с классицизмом тоже, и с паролкой, это все понятно. Но в романтической музыке возревает совершенно новое качество звука. Именно оно-то и определяет вот эту повышенную экспрессию, субъективность, а именно время, которое мы ощущаем в самом звуке. Его биение, его вибрацию, его жизнь, то, как звук живет. Потому что, например, вот когда звучит орган, звук может длиться сколько угодно, но он не меняется. Он такой, он гудит, вот не меняется. Это не значит, что этот орган хуже. Просто для эпохи барокко не было необходимости вот в таком трепетном, дышащем, вибрирующем звуке. Такая необходимость возникла именно в XIX веке, когда, кстати, и появились приемы вибрато и у вокалистов, и у скрипачей, погонения. И возникла совершенственная фортепиано с педальной техникой, которая позволила создать совершенно новый тип фактуры. Вот этот всем хорошо известный колышащийся фон, длящийся педальной фортепианной фактуры, которую мы знаем хорошо по Шопену, Листу и так далее. Тогда же еще один другой признак такого вот внимания к внутренней жизни звука, это, конечно, роль тембра. Совершенно новая роль тембра, когда, ведь если мы обращаем внимание на краску звука, мы тоже акцентируем внимание не просто на нем, как на точке, а именно на его длине, на его качестве. Это очень важный момент. Вот. И вот это качество жизни внутри звука, которое появляется, оно появляется, опять же, благодаря специфическим жанрам. Это все коренится в вокальном интонировании, которое я уже упомянул немецкую, упомянул оперу итальянскую. Именно оттуда идет вот эта лирическая экспрессия, это новое отношение к звуку и эмоциональная гибкость. Не постоянство аффекта, а вот мгновенные переходы. Вот когда человек поет даже романс, мы видим, как может меняться эмоциональное состояние, даже на протяжении периода. Очень большой может быть эмоциональный диапазон. И вот это внутреннее время звука, вот еще одно проявление нового качества, оно как бы расшатывает изнутри вот эту метрическую сетку времени. И как следствие мы видим высвобождение музыки от оков такта, свободное дыхание, то есть то, что получило название темпа рубата. Расцвет, конечно, произошел именно в эпоху Шопена, листа романтической музыки. Это темпа рубата. Дальше, последствия, конечно, этого есть и в гармонии. И об этом я подробно говорить не буду, потому что все особенности романтической гармонии очень хорошо сформулировал Юрий Николаевич Холопов, когда он говорит о состояниях тональности. Ну, тут та же самая ситуация. Как бы взрыв некой, подрыв некой целостности и устойчивости изнутри, расшатывание изнутри, все-таки при сохранении целостности. И вот все эти парящие тональности, инверсионные, они как раз вот об этом-то и говорят. Вот. И последнее ощущение формы, конечно же. Потому что вот именно эта процессуальность звука, она в итоге приводит и к повышенному ощущению, повышенной процессуальности формы. Это мы все хорошо знаем. Мы тоже знаем очень хорошо, как классические модели формы трансформируются, возникают так называемые свободные формы, в которых на первый план выходит именно процесс. Вот. Так бывает, естественно, не всегда. И не вся романтическая музыка написана в этих новых свободных формах. Но что является постоянным? Вот тут мы подходим к самому главному. Постоянным для романтизма, для романтической музыки является ощущение вот такого повышенного нарратила, который был и в прежней музыке тоже. Свой нарратив был барочной музыки, свой нарратив был музыки Моцарта и Бетховена. Но вот в романтической музыке достигается особая какая-то высокая степень, которая связана с двумя моментами. С одной стороны, этому способствует вот эта самая повышенная процессуальность, естественно, направленность процесса. Ну, баллады Шопена, например, особый такой яркий случай. А с другой стороны, опять же, обращаясь к термину Александра Сергеевича, не помню точно, кажется, повышенная знаковость, вы сказали. Да, вот действительно, для романтической музыки характерна эта повышенная знаковость. Почему? Потому что романтизм, романтический музыкальный язык опирается прежде всего на жанровые модели. Именно жанр, который из условия, каким он был раньше, становится средством выразительности, причем таким средством, которое связывает музыку с окружающей жизнью. И когда мы слышим хораллы, марш, колыбельную, ногтёр, мы понимаем, о чем эта музыка говорит. Такая вот повышенная знаковость. И всё вместе, в сочетании с процессуальностью, это и даёт совершенно особое, новое качество романтической музыки. Вот. И это, собственно, и составляет вот такой ядровый вариант стиля. Теперь, если мы попробуем посмотреть, что вокруг этого ядра, который представляют стили, конечно, Шопена, Листа, Рахманинова, Вагнера, естественно, а удаление от этого центра будет связано с какими-то историческими границами, чаще всего. Это или ранний романтизм, или, наоборот, поздний, который почти без границ переходит и в импрессионизм, и в экспрессионизм, и в неоплассицизм свой ещё XIX века, тот, который наблюдался и у Чайковского, и у Лихарда Штрауса, и у многих других. Тут мы видим вот эти плавные переходы, иногда более плавные, иногда менее, но они всегда были. И вот теперь мы делаем следующий шаг исторический и переходим к другому стилевому полю, а именно неоклассицизм. И вот тут-то как раз и возникает особая потребность в таком подходе, в таком методе именно, да, потому что вот известна всем классификация Стравинского, но она полушуточная, и там он наряду с тремя видами неоклассицизма, которые он совершенно всерьёз определяет. Это его собственный, это Хиндемид и это Шонберг. Вот, но он потом в виде шутки уже говорит о каких-то других таких почти местечковых формах неоклассицизма, которые наблюдаются там в Америке. Вот, проходят по некоторым композиторам посвенность, сейчас я это не буду даже вспоминать. Но вот проблема возникла для исследователей, и до сих пор разные точки зрения на этот счёт. Вот Шонберг, да, его как-то не принято было считать числе неоклассицизма. Но, тем не менее, Стравинский это делает. И мы видим, что действительно какое-то основание рациональное для этого есть. Просто это говорит о том, что, может быть, он не в такой степени близок к центру стеревого поля, но, тем не менее, он как-то с ним соприкасается. Сейчас даже нет большого смысла говорить, как именно, и входит он в этот центр или нет. Я не ставлю такой задачи дать ответ на эти вопросы, это совершенно сейчас не важно. Главное, именно, вот, увидеть каждого композитора, и Стравинского, и Шонберга, именно в контексте вот какого-то непрерывного, плавно перетекающего поля, которое бы позволило не навязать какие-то характеристики, а увидеть все, всё многообразие связей, которые реально есть. и не боятся каких-то таких тех, очень определенных. Ну вот. Так вот, что приносит неоклассицизм? Значит, следующий новый важный шаг в диалоге с традицией. Как я уже сказал, романтизм, романтическая музыка преображает все модели, а музыкальный стиль неоклассицизм тоже работает на основе моделей прошлого, но это прежде всего стилевые модели. Это все мы хорошо знаем, что да, это преображение стилей. И это очень большая разница. Отсюда проистекает, во-первых, то, что сам диапазон этого преображения может быть очень большим. Вот, например, Прокофьев. Он отделял понятие стилизации, как, например, в его классической симфонии, в раководах, от собственного неоклассицизма, который, по мнению Прокофьева, был в его сонатах и концертах. Вот сейчас тоже как-то не все спокойно, безоговорочно считают его с Прокофьевым неоклассицизмом. Тем не менее, сам Прокофьев так считал. И в этом, конечно, есть очень значительная доля истины. И тогда мы увидим, что стилевое поле неоклассицизма, оно, в отличие от романтического, оно определяется не столько историческим процессом, сколько степенью близости к модели или, наоборот, ее преображения, где максимальная близость будет, условно говоря, в стилизации, хотя на самом деле это не стилизация, а, как писала Савенко, вариация на стиль, потому что прямой стилизацией, в общем-то, бывает очень редко в реальности. Хотя бывает, конечно. До каких-то случаев предельной трансформации стилевых моделей, когда эти модели все равно так или иначе узнаются, но стиль абсолютно новый. И это уже тонализ, но 12-тоновая, и от музыки прошлого сохраняется только форма, только самый подход, и именно классическое, а не романтическое ощущение звука. То есть уже возврат вот к этому точечному атомарному слышанию, конечно же, это очень важно. Отсюда целый спектр ударности в музыке, ударности фортепиано, которая тоже очень разная и у Прокофьева, и у Стравинского, и у джази. Это не одна и та же ударность, абсолютно разная форма. И еще одно следствие, вот какое очень важное. Когда композитор опирается на стилевые модели, то тут происходит, так сказать, некий... Именно для неоклассиков, поскольку общим инвариантным явлением стало отречение от романтической традиции, то возник разрыв с традицией. Но только вот интересно, в авангардной музыке это тоже разрыв с традицией, но, так сказать, разрыв, устремленный в будущее. А тут разрыв, направленный в прошлое. Традиция порвалась. В романтической музыке как будто бы не было этого звукоизвлечения. То есть на самом деле, конечно, все опыт был усвоен, но в звучании этого не было. И еще важный момент. Стилевая модель, в отличие от жанров, очень веско подчеркивает то обстоятельство, что предметом искусства теперь стало само искусство, а не окружающая жизнь. Вот это как раз нечто общее у оппозиторов неоклассиков и авангардистов. То есть отказ от нарратива. Нарратив уже в такой степени здесь не действует, а в авангардной музыке он тоже будет и в минимализме сведен к минимуму. Вот такие некоторые черты. И, собственно говоря, мы можем также установить какие-то границы новоклассического стилевого поля, которые будут... Он будет граничить с самыми разными явлениями. Он будет граничить, конечно, и даже с первой волной авангарда в лице Шоанберга, конечно же, несомненно. Он будет граничить и с академизмом XX века. Просто с традиционной, вот как в Советском Союзе много писали такой музыки, это в рамках традиции. Но это, конечно, не неоклассицин. Тем не менее, неоклассицин плавно переходит в этот стиль, может плавно переходить. Он даже может граничить с неоромантизмом. Например, очень интересный синтез. Это иногда у позднего Рахманинова. В целом, это, конечно, такой неопостромантический стиль, в общем-то, романтический. Но касание неоклассицизма, конечно, есть. И в Рапсодии на тень погонений, и в Третьей симфонии. Так что вот тоже пример такого взаимодействия и плавного перехода вот этих стилевых полей. И поэтому вот однозначно определять и стиль и Рахманинова, и Прокофьева, конечно же, не стоит, а нужно именно погружать их в вот это стильевое пространство, в эти стильевые поля, и исследовать именно очень пристально, очень внимательно все связи и все нюансы. Ну вот, собственно, я хотел сегодня именно этим поделиться. И на этом, пожалуй, все. Если есть какие-то вопросы, то постараюсь ответить.